Финансовое утро в Японии стало днём заката главной мировой валюты. Телезрители страны восходящего солнца с недоумением встретили новости о том, что иена начала неожиданно стремительно расти относительно доллара. И посвященные могли бы обрадоваться, но для страны, резервы которой хранятся в американской валюте, это стало началом катастрофы. Главный кредитор Америки – Китай. Резервы этой страны в долларах превышают астрономическую сумму в полтора триллиона. Китайцы предупреждали США о том, что обеспокоены их планами напечатать ещё 2 триллиона необеспеченных денег. Но увидев стремительное падение американской валюты, Китай присоединяется к распродаже. Китай обвиняет США в безответственном поведении. Америка не сможет больше удерживать монополистические позиции в мире. Худзинтау требует фиксации обменных ставок. Он заявил о контрмерах, которые предпримет Китай на политическом и экономическом уровне. Китайские менялые торговцы реагируют на события быстрее других и отказываются продавать за доллары даже сувениры. Банки Европы и России – главные пострадавшие. Их активы в американской валюте. В Москве люди, пытаясь спасти сбережения, выстраиваются в очереди в банки и банкоматы. Но уже слишком поздно. Банки ввели лимиты на снятие денег. У нас достаточно резервов. У нас сильная экономика. Это гарантия того, чтобы не допустить каких-либо потрясений. Теперь, когда пирамида, построенная на доверии к доллару, рушится, Европа понимает, что ничего не в состоянии сделать. Даже таксисты перестают принимать доллары по всему миру. Люди должны понять, что это подделка. Но многие это все еще принимают и следуют советам машины телевидения. Знаете, думаю, что никаких публичных объяснений ждать не стоит. Они будут улыбаться перед камерами, говорить, мы будем работать вместе, мы решим все проблемы. Но за кулисами я убежден, картина выглядит совсем иначе. Проблемы Америки и любой демократии. Никто в демократическом обществе не будет оглашать реальные проблемы. Потому что оглашать реальные проблемы означает заставить людей проснуться, сообщить им плохие новости. Вы должны сказать им, послушайте, мы живем непосредством и уже залезли в долги на 20 лет вперед. Надо затянуть ремни. Но в Америке никто не хочет слышать подобные новости. Они хотят слышать, завтра будет еще лучше. Мировые центробанки уже осознали масштаб проблемы. Китай и Индия распродают доллары, скупая сырье, раздавая кредиты или просто покупая золото. Но Россия пока верна американским деньгам. Я не понимаю, почему Россия тратит свои резервы на поддержание падающей валютной системы. Россия должна прямо сейчас покупать золотые слипки, если она хочет сохранить хоть какую-то надежду на сохранение рубля. В противном случае рубль сгорит, как исландская крона, британский фунт и американский доллар в огромном валютном костре 21 века. Есть ли рецепт спасения Америки и доллара? Ведущие мировые эксперты склоняются к мрачному прогнозу.